МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сельское хозяйство – одно из самых успешных направлений развития Аликовского района. В первом полугодии производство мяса и птицы увеличилось почти на 11%, молока – на 6%. Какие еще достижения у муниципалитета, временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев уточнил в ходе рабочей поездки в Аликовский район. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши рассказал, что объем господдержки аграриев в этом году увеличен до 2,7 млрд рублей. Средства перечисляют своевременно. Возросла и активность селян. К примеру, в сельхозкой оперативе «Новый путь» открылась молочно-товарная ферма. Хозяйство из года в год наращивает производство продукции животноводства, получает стабильный урожай зерновых и кормовых культур. Очень много сделано в Аликовском районе для социального развития. К новому учебному году в Чувашской-Сорминской школе открылась детсадовская группа. Воспитатели имеют свою соответствующую квалификацию. И родители будут уверены в том, что дети находятся в безопасности. Мы обязаны обеспечить безопасную среду и для детей, которые в эту группу будут ходить, и для школьников. Это во-первых. Но и с другой стороны, хочу отметить, те родители, которые хотят идти на работу, у них появляется возможность идти, трудиться и зарабатывать. Новая группа рассчитана на 25 мест, и это решит проблему дошкольного образования маленьких жителей Чувашской-Сормы. Всего же за последние пять лет в Чувашии создано более 20 тысяч мест в детских садах. Задача этого года – еще две тысячи. Вторая программа, в которой успешно приняла участие Чувашско-Сорминская школа – ремонт спортзалов. На его обновление направили более миллиона рублей. Еще полтора миллиона с лишним вложили в реконструкцию по программе «Доступная среда». В новый дом переезжают многодетная семья и 16 семей из аварийного жилья. На днях, наверное, через недельку, другую откроем, сдавать будем еще один дом, 54-квартирный дом, там тоже новоселы будут, 34 переселенцы из ветхоаварийного, там 6 детей-сирот тоже получают. Вот на эти два дома у нас ушло 54 миллиона практически. В день села Валикова открыли и новую асфальтированную дорогу по улицам Молодежной Цветочной, осветили храм Успения Пресвятой Богородицы. Блогеры Чувашии продолжают проект общественной экспертизы. На этот раз обсуждали нынешнее состояние дорог и перспективы развития дорожного хозяйства. Также для блогеров была организована экскурсия на завод по производству асфальта. Узнать, из чего в Чувашии делают дороги, отправилась и наша съемочная группа. Производство на заводе «Воддорстрой» состоит всего из нескольких этапов. Вначале уже отсортированный щебень смешивают с песком. Затем эту смесь на конвейерной ленте отправляют в специальную цистерну, где в нее добавляют битум. Технология производства зависит от вида асфальта, который хотят получить. Благодаря автоматизации во всем процессе задействовано всего 5 человек. Также на заводе реализовано безотходное производство. Специальная машина, асфальтовый грануляр, фрезерует старый асфальт. Новые дороги на 30% состоят именно из этого материала. Экономический и экологический эффект очевиден. В лаборатории готовый асфальт и все материалы проходят испытания на соответствие необходимым нормам. В лаборатории проводим испытания асфальто-бетонной смеси. На прочностные характеристики, вот у нас здесь пресс находится, на плотность, водонасыщение. Также испытывается битум, минеральный порошок, то из чего состоит наш асфальт. Кругой стол проходил в интерактивном формате. Блогеры задавали вопросы от своего имени и от своих читателей. По дорожному фонду, по 2015 году, дорожный фонд составляет 3 миллиарда 118 миллионов рублей. Из них на чисто дорожную деятельность из республиканского дорожного фонда направляется 3 миллиарда 30 миллионов рублей. Необходимо отметить также, что более 800 миллионов рублей сегодня направляются средства из бюджета муниципальных образований. В Чувашии в ближайшие три года запланировано построить 119 новых дорог с малой интенсивностью движения. На семи объектах строительство уже закончено. Алексей Табинов, Игорь Зверев, Республика. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев с рабочим визитом посетил и Янтиковский район. Вопрос о постройке нового медицинского отделения в деревне Малыково назревал давно. В старом ФАПе не было ни отопления, ни горячей воды, а иногда и света. Теперь с этими проблемами покончено. В рамках реализации республиканской программы открылся новый медицинский пункт. Есть гинекологическое кресло, но и раньше было, но сейчас новые они все. Холодильник, столы, тумбы. Условия лучшие. Все есть. Для населения. И для меня. Помещение оборудовано всем необходимым. Смотровой и процедурный кабинет и просторный коридор для ожидания приема. Новый современный фельдшерско-акушерский пункт готов принять первых пациентов. Налажена связь и с приемным покоем Янтиковской больницы. Всего за учреждением закреплено около 360 человек. Часто ходим. Многие ходят. Мам с сахарным диабетом, тем более. Я часто хожу. Ну, народ пожилой. За 80, где-то около 20 ходим. Мы довольны работой. И очень рады, что вот именно такое построили. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев высоко оценил работу медиков, работающих на селе. Фельдшер универсальный делал свое. Делал с честью и достоинством. И очень ответственно, значит. Все ходили к фельдшеру. Он и терапевт, он и хирург, он и гинеколог. Он все делал. Общеобразовательные учреждения района готовятся к новому учебному году. Основной объем работ выполнен. Провели реконструкцию спортивных залов, косметический ремонт кабинентов и помещений. Особое внимание уделили обеспечению безопасности. Школьники продемонстрировали свои наработки и проекты. Во время своего визита Михаил Игнатьев ознакомился с продукцией местных сельхозпроизводителей и принял участие в праздновании Дня ветеринарного работника. Татьяна Леонтьева, Надежда Яковлева, Расиль Мухаммедов, Республика. Реализацию указов президента Российской Федерации 7 мая 2012 года обсудили на заседании рабочей группы органов исполнительной власти. В Чувашии особое внимание уделяется содействию в получении профессионального образования и последующем трудоустройстве инвалидов. В рамках программы «Доступная среда» уже сейчас маломобильные люди обучаются в 28 из 49 образовательных организаций. Финансы и кредит, менеджмент, столярное и швейное дело – все эти направления сегодня очень востребованы. 247 инвалидов у нас обучаются, в том числе 65 в организациях высшего профессионального образования, 172, 182 в организациях среднего профессионального звена. Всего на 15-16 учебный год контрольные цифры приема инвалидов за счет средств бюджета Чувашской Республики по основным программам профессионального обучения установлены в размере 150. В 2014 году у нас обучение завершило 133 инвалиды, из них 58,6% трудоустроены и 16,5% продолжили учебу на других уровнях профессионального образования. Для маломобильных групп в 2014 году адаптировано 7 образовательных учреждений. На эти цели было направлено более 13 миллионов рублей. Планы на этот год – еще 5 профессиональных учебных заведений. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев встретился с председателем корпорации «Проект техника». В состав именно этой компании входит Шумерлинский завод специализированных автомобилей. На рабочей встрече обсудили перспективы предприятия. Сейчас основными заказчиками завода являются силовые структуры. Здесь изготавливают передвижные комплексы для ремонта техники, медицинские модули и специальные контейнеры для МВД, МЧС и Министерства обороны. Наладили на предприятии производство фургонов и сэндвич-панелей. Эту технику собирают на новейшей итальянской линии. Михаил Игнатьев и Шавас Поколощан обсудили проблемные вопросы. Заводу не хватает квалифицированных кадров. Специалистов в Шумерлю приходится перевозить каждую неделю из Чебоксар. В следующем году для них планируют открыть общежитие. Следующий год по указу президента России Владимира Путина объявлен годом кино. А сегодня День кино отмечают все поклонники этого вида искусства. Оно переживало разные времена. Неизменным оставалось одно – наша любовь к нему. Именно наша любовь и постоянная потребность в жизни на канале позволила Чувашскому архиву электронной и кинодокументации сохранить для потомков более 10 тысяч копий различных кинопроизведений, сюжетов, киножурналов, документальных, художественных, телевизионных фильмов. Республиканский фильмофон «Святая святых». Там можно увидеть работы основателя Чувашского кино Максимова Кошкинского. Посмотреть, как развивалась республика в довоенные годы, как помогала она фронту и как строила промышленные гиганты. Сегодня в архиве люди, увлеченные кино, профессионалы и любители собрались, чтобы поговорить, какое оно наше национальное кино. Каково его настоящее, куда оно двигается и насколько нуждается в государственной поддержке. Сегодня у нас на самом деле нет такого государственного, государственной структуры, государственной организации, которая бы занималась производством фильмов. Но в этом отношении у нас есть очень много таких увлеченных людей, ну, в какой-то степени, может, самоучек, которые на самом деле очень переживают, болеют кино, они создают эти фильмы, наши национальные фильмы. Рассказал Вадим Ефимов и о желании его ведомствам набрать в следующем году на базе Института культуры студию артистов драмы и кино. Ведь настоящее кино должны делать профессионалы. В Чебоксарах стартовала ежегодная ярмарка «Дары осени», на которой сельхозпроизводители со всей Чувашии реализуют свою продукцию. В течение полутора месяцев горожане смогут приобрести картофель, морковь, капусту и другую продукцию, что называется прямо с грядки. Стоимость овощей ниже, чем на рынках или в магазинах. Фермеры торгуют самостоятельно, минуя посредников. К тому же арендную плату за места с них не берут. В минувшие выходные более 80 сельхозпроизводителей реализовывали товар на торговых площадках города. Около 3000 горожан приобрели необходимые продукты. Цены варьировались от 9 рублей по картофелю до 11-11 рублей 50 копеек. По капусте у нас от 10 рублей до 12 рублей. Морковь у нас от 10 до 15 рублей. Свекла у нас от 12 до 15 рублей варьировала. Действительно наблюдалась активность горожан. По городу организованы более 20 бесплатных площадок для продажи сельхозтоваров. Это и торговые комплексы, и дворовые территории. Для пенсионеров и инвалидов предусмотрена бесплатная доставка. Ярмарки проводятся в Чебоксарах не первый год, и каждый раз в них принимают участие все больше аграриев. На официальном портале Чувашстата выставлен результат мониторинга цен на социально значимые продукты питания на конец августа. Средние потребительские цены снизились на плодо-овощную продукцию. Картофель, лук, яблоки, капусту и помидоры. Больше всего подешевела морковь на 16%. Исключением стали огурцы, цены на которые повысились на 6%. Также в цене упали мороженая рыба, говядина, свинина, куры и сыры. Относительно стабильная осталась стоимость полукопченых и варенокопченых колбас, сливочного масла, молока, сметаны, муки, соли и чая. Незначительно увеличились в цене вареные колбасы, сахар, рис и гречка. Самый большой скачок пришелся на подсолнечное масло, ржаной хлеб и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта. Они подорожали в среднем на 2%. 18 августа 1930 года в Чувашской АССР на базе Совета науки и культуры было организовано научно-исследовательское учреждение – гуманитарный институт. В 85 лет его сотрудники изучают экономику, язык, культуру и быт Чувашской республики. За 85 лет удалось сделать многое – собрать богатую библиотеку и научный архив, провести сотни археологических и этнографических экспедиций. Многочисленные труды сотрудников института известны не только в пределах страны, но и за рубежом. Наука, если так уж можно выразиться, создана нашими сотрудниками на высоком уровне. О нашей науке, о Чувашской АССР, знают болгары, немцы, венгеры и многие другие европейские народы. Мы с ними дружим, их любим. Уже три поколения исследователей вкладывают свои силы и знания в Чувашеведение. Среди них кандидаты и доктора наук. Работать на благо науки хоть и сложно, но очень интересно. Очень много воспоминаний связано с экспедициями, когда мы выезжаем в районы Чувашии, также за пределы Чувашии, когда мы собираем основной материал по истории культуры чувашского народа. Это общение с простыми жителями, носителями наших традиций основных. Три направления – историческое, филологическое и искусствоведческое – определяют дальнейшее развитие научного центра. Памятники каменного века в Поволжье и культуры современной Чувашии, народная музыка и живопись нашего времени, преобразование местного языка – впереди еще очень много открытий. Мы полны надежд, полны сил и думаю, что мы будем все эти проекты успешно реализовывать. И в то же время задача, помимо той основной научной деятельности, мы должны заниматься научным популярным просвещением нашей общественности. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. Как привить школьникам любовь к родному языку? Участники Чебоксарской ассоциации учителей чувашского языка и литературы собрались на ежегодный форум, чтобы обменяться опытом и наметить планы на будущее. Место встречи преподавателей – литературный музей имени Константина Иванова выбрано не случайно. Год 125-летия со дня рождения великого классика особенно значим для учителей чувашского языка и литературы. В стенах музея за 8 месяцев провели немало конкурсов, олимпиад и квест-игр с участием детей. Поэтому наша главная задача в этом учебном году – выпустить книгу, которая будет проанализирована и дан опыт, чтобы могли другие регионы тоже посмотреть в этой книге. Очень хочется, конечно, чтобы чувашский язык вышел из рамок школы. Вот на улице говорили, в семье говорили, общались между собой. Но мы на первую ступень вышли, потому что на сегодняшний день, на многих мероприятиях, которые проводятся в рамках города, республики, дети говорят на чисто чувашском языке. На площадке форума обсудили различные проблемы культуры и языка. К примеру, говорили о том, что из-за незнания чувашского языка на спектакли театра юного зрителя приходят меньше школьников. Здесь особая роль учителей. Именно они и могут привить детям любовь к театру. Преподаватели, в свою очередь, делились опытом проделанной работы. И мы поем с удовольствием. Дети поют на чувашском языке, начиная с первого по девятые классы. Конечно, мы находим способы, приемы, чтобы детей вовлекать в изучение чувашского языка. Каждый ученик из нашей школы побывал в музее Библии на чувашском языке. Это интересовало детей. Это опять способствует к тому, что дети, зная историю своего языка, историю, литературу, они с удовольствием будут изучать национальный чувашский язык. Учительница Галина Абрамова выпустила учебник нового образца для городских школ. Все правила в ней написаны в сравнении с русским языком. Получать языковые знания только в стенах школы недостаточно. Чтобы сохранить и развивать язык, необходимо задуматься и родителям, считает учителя. Анастасия Алангина, Олег Якимов, Республика. В Литературном музее имени Константина Иванова открылась выставка работ известного чувашского художника Владимира Галошева. Чувашские мифы, сказки, легенды. Узнавала тайны древней мифологии наша съемочная группа. История язычества в Чувашии многогранна и интересна. Вот уже много лет вокруг нее ведутся споры. Кто-то считает, что в мифологии было лишь одно главное божество, а все остальные ему подчинялись. А кто-то верит в многобожие. С древней мифологией связано огромное количество легенд и сказок. Художник Владимир Галошев в своих картинах постарался отобразить древнюю веру Чуваши и передать ее нынешнему поколению. Свои корни, свои истоки нужно помнить обязательно. Именно сохраняя свои корни, мы сохранимся, мы сами с собой останемся. А вот потерявшиеся поколения, потеряны поколения. Чтобы этого не случилось, мы обязательно в своем мире, в своей культуре должны жить и развиваться. Эти картины создавались на протяжении многих лет. Коллекция постоянно пополнялась новыми сюжетами. Художник признается, картины писались легко, вдохновение черпал из древних сказаний. Сейчас в экспозиции около 30 работ. Подобные выставки проходят часто. Уже два года Литературный музей сотрудничает с Союзом художников Чуваши. Мы хотим на этой выставке провести уроки игры, а также тематические экскурсии и лекции. Решили провести даже мастер-классы из соленого теста по чуварским легендам и сказкам. Познакомиться с верованиями древних Чуваши, открыть для себя что-то новое сможет любой желающий. Картины будут экспонироваться в музее в течение месяца. Татьяна Леонтьева, Рассель Мухаммедов, Республика. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова